Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые коллеги, дамы и господа, рад приветствовать всех участников форума в Сочи. И хотел бы отметить, что встречи руководителей регионов двух стран играют, безусловно, важнейшую роль в развитии двухстороннего сотрудничества, которые содействуют расширению прямых контактов между нашими областями, деловыми и общественными организациями, общественными кругами. Здесь присутствуют также парламентарии, главы министерств, ведомств и представители бизнеса, все те, кто впрямую вовлечён в развитие российско-белорусских связей в духе дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества. Белоруссия – наш стратегический партнёр и ближайший союзник. Российско-белорусское взаимодействие носит многоплановый, всеобъемлющий характер и поступательно развивается по всем направлениям. Мы сейчас только на встрече с руководством министерств, ведомств с двух сторон говорили по тем планам, которые у нас есть, потому что сделано за предыдущее время. Россия занимает первое место среди экономических партнёров Белоруссии. На наш рынок приходится почти половина всей белорусской торговли. В нынешнем году на динамику наших связей, конечно, оказывает своё влияние неблагоприятная внешнеэкономическая конъюнктура, однако, и я хочу обратить на это внимание, если в долларовом эквиваленте у нас снижение заметное, то в рублёвом рост. И в целом товарные потоки не уменьшились. Уверен, нам по силам вернуть торговлю на траекторию роста по всем показателям. Во многом этому будет способствовать и реализация масштабных инвестиционных проектов. В Белоруссии накоплено 6,3 миллиарда долларов российских капиталов. Это 40% всех наших инвестиций в страны СНГ. Создано более 3,5 тысяч совместных предприятий во всех отраслях экономики. В рамках союзного государства мы реализуем около 40 программ. Идёт разработка передовых технологий для нужд космической промышленности, спутниковой навигации, геологоразведки, сельского хозяйства. Отмечу, что финансирование бюджета союзного государства в нынешнем году сохранено в полном объёме – 4,8 миллиарда рублей. Сообщая, работаем над углублением интеграционных процессов на евразийском пространстве. Совершенствуем и нормативно-правовую базу. Стремимся создать все условия для усиления наших производителей на внутреннем и на внешних рынках. Считаю, что вместе с белорусскими коллегами нам удалось выстроить добротную инфраструктуру сотрудничества. Его составной частью является взаимодействие по линии регионов, о чём я сказал в самом начале. 80 из 85 субъектов Российской Федерации поддерживают прямые связи, контакты со своими коллегами в Беларуси. Наиболее активно с белорусскими партнёрами сотрудничают Тюменская, Московская, Смоленская области, Санкт-Петербург. Традиционно тесно работают друг с другом столичные города – Москва и Минск. Заключено порядка 270 межрегиональных соглашений в самых разных сферах. При этом межрегиональная договорно-правовая база регулярно пополняется новыми договорённостями. Так, на полях нынешнего форума подписаны ещё почти два десятка соглашений. В России хорошо знают высокое качество белорусских товаров, белорусской продукции. Во многих крупных российских городах действуют белорусские торговые дома, сети фирменных магазинов. Регионами России и Беларуси уже накоплен значительный опыт промышленной кооперации. Созданы прочные технологические цепочки в машиностроении, нефтехимии, фармацевтике и ряде других отраслей. Среди них отличаются партнёры Алтайского края и Брянской области, предприятия Свердловской области, которые принимают участие в модернизации Минского и Гродненской теплоэлектростанции. Автомобильная спецтехника на основе белорусских комплектующих собирается на предприятиях в Пензенской области. В Санкт-Петербурге действует Центр по разработке радиоэлектронных устройств нового поколения. Эти наработки можно было бы активнее задействовать для поиска внутренних резервов хозяйственного развития и диверсификации экономики, снижения её зависимости от иностранных комплектующих и от иностранных поставщиков. Мы уже занимаемся этим, вы знаете. Правительство Российской Федерации подготовило целую программу импортозамещения практически во всех отраслях. Они обеспечат запуск свыше двух с половиной тысяч проектов. При этом я хочу отметить, что вот это так называемое импортозамещение не является для нас каким-то фетишем. Речь идёт прежде всего о наиболее важных технологиях, технологиях двойного назначения. Но и потом я уже говорил об этом публично, хочу повторить и у этой аудитории, что такое импортозамещение в той логике, которую мы сформулировали и по которой мы идём. По сути, это развитие высокотехнологичных производств в своей собственной стране. Вот что это такое. Мы так или иначе всё равно должны этим заниматься, должны были бы это делать. Но сейчас будем делать просто с ускоренной силой и с двойным эффектом. В декабре прошлого года в России был принят закон о промышленной политике. Он предусматривает долгосрочные гарантии для инвесторов при реализации бизнес-проектов, налоговые преференции, льготные займы, информационно-консультативную поддержку. Эти меры позволят бизнесу снизить издержки, внедрить новые технологии, привлечь капиталы для обновления промышленных мощностей. Всего на эти цели правительство России планирует выделить 2,5 триллиона рублей. Успешно работает Российский фонд развития промышленности. Его ресурсы идут на внедрение в отечественном производстве передовых технологий. В лидерах по числу заявок Московская, Свердловская области, Татарстан. Важную роль призван сыграть инвестиционный рейтинг регионов. В его основе оценки, которые сами предприниматели, я это хочу подчеркнуть, именно предпринимательское сообщество даёт деловому климату в регионе. Проанализировав их мнение, мы получим возможность систематизировать и предложить регионам самые лучшие практики по поддержке бизнеса, которые имеются в регионах Российской Федерации. Подчеркну, что буквально по всем направлениям промышленной политики российская сторона готова к самому тесному сотрудничеству с партнёрами из Белоруссии. Считаю, что это пойдёт на пользу всем нам, сообща, легче повышать конкурентоспособность и российской, и белорусской продукции, продвигать её на рынке третьих стран. Об этом мы, повторяю, только что говорили подробно с Александром Григорьевичем. Мы едины во мнении, что наша общая задача – обеспечить устойчивый рост наших экономик, повысить их эффективность, улучшить деловой климат, стимулировать приток инвестиций, в том числе и, прежде всего, частных инвестиций. Рассчитываем, что форум регионов России и Белоруссии внесёт существенный и весомый вклад в достижение всех этих целей. Хочу вас особо благодарить не только за внимание, с которым вы меня слушали, но и за эту работу, которую вы проделали на протяжении последних двух лет, ну а самое главное – за то, что вы делаете по развитию российских и белорусских отношений в ежедневном режиме в рабочем. Спасибо вам большое.